Добрый день! Мы начинаем новый сезон проекта «На самом деле». Я Роман Орей. Сегодня мы поговорим о речной системе Сарова. Многие помнят лодочную станцию и городской пляж недалеко от Дома Ученых. Теперь все по-другому. В Сатисе купаться нельзя, лодочной станции давно нет. Так что же на самом деле происходит? Когда же река станет уютным местом для прогулок? Когда, смотря на реку, мы сможем радоваться, а не грустить? Сегодня мы будем разбираться, от чего на самом деле это зависит и когда это произойдет. Что представляет собой речная система Саровки и Сатиса? Эти реки, которые были названы, относятся к малым рекам нашей средней полосы. Эти реки характерны тем, что у них в течение года наблюдается очень высокая динамика по уровням и расходам воды. То есть мы наблюдаем очень высокий уровень половодия весной во время таяния снегов и осенью во время дождя. В меженые периоды летом и зимой уровни и расходы воды в этих реках крайне низкие. И с точки зрения использования этих рек в качестве зон отдыха очень сложно, потому что нет глубин совершенно и обычно эти реки в этот период, летом особенно, что нас интересует, превращаются в едва ли не пересыхающие ручьи. И организовать какой-либо отдых при урезанной зоне таких рек практически не удается. Поэтому и организуют на таких реках пруды. Накапливать воду, когда у нас есть высокие уровни расхода, это весна, осень, и использовать ее в межные периоды. Это можно делать только при помощи небольших водохранилищ. Как, в общем-то, городской пруд, на берегу которого мы находимся, который прекрасным образом реализует вот эту потребность людей к отдыху в летний период. Александр Белов, гидролог, закончил Нижегородский университет по специальности гидротехнические сооружения. Получил степень магистра, затем окончил аспирантуру. Преподавал на кафедре гидротехнических и транспортных сооружений ННГСУ. Итак, первое, что нужно понять. У нас в Сарове не река, а пруд, водохранилище. И палатин в городе. Даже не одна, а две. Немногие знают, что под Маслихинским мостом тоже есть палатина. Именно она держит воду выше по течению садиса. На обывательский взгляд у нас в Сарове широкая река. Однако, если ликвидировать все палатины, то она превратится в узкий ручеек, почти пересыхающий в жаркое лето. И в этом вопросе стоит быть последователем. Если в городе пытаться сохранить так называемую нетронутую природу, то и от запруживания рек нужно отказываться. Скажем прямо, без гидросооружений невозможно создание ни пляжей, ни мест отдыха с лодочными станциями. Платина на Садовой существовала еще до возникновения монастыря. Построили ее крестьяне села Кременки на пересечении Большой Темниковской дороги и русла реки Сатис. Это была макомольная мельница, а пруд был необходим для ее функционирования. Платина под Маслихинским мостом появилась в 1967 году. Планы по ее использованию были большие, но до конца они так и не были реализованы. Получается, река в Сарове находится в неестественном состоянии. Какие это вызывает проблемы? Совершенно верно. Это ее неестественное состояние. И когда мы что-либо переводим немножко в неестественное состояние, нередко возникают некоторые негативные моменты, которые нужно купировать. То есть, если мы говорим вот об этом каскаде гидроузлов, то как рукотворный объект их нужно эксплуатировать. Когда мы перекрываем реку плотиной, у нас значительным образом снижаются скорости движения воды. То есть, течение в районе плотины, в месте пруда организованного, водохранилища нашего небольшого, очень сильно падает. К чему это приводит? В бытовом состоянии река несет в себе разные мелкие частицы. Песка, глинистые частицы, какие-то остатки жизнедеятельности растений, животных. Вот эти все наносы очень успешно транспортируются с верховья вниз. Но как только мы организуем на ее течение искусственный водоем, эти все наносы, частицы мелкие, начинают выпадать в осадок и откладываются на дне бывшего русла этой реки. То есть, мы имеем картину, когда постепенно, постепенно из года в год мы наше рукотворное водохранилище заполняем этими наносами. Все-таки пруд нам будет необходимо периодически очищать. Вот она, оборотная сторона медали. Если вы получили в черте города вместо узкого ручейка, заросшего деревьями, нечто похожее на широкую речку, будьте любезны поддерживать водохранилище в нормальном состоянии, заботиться о нем и относиться к нему уже не как к природному объекту, но как к объекту рукотворному. К сожалению, на чисто эмоциональном уровне многие не хотят этого понятия принять. Проблемы с рекой для них начались в тот момент, когда в результате постоянных спусков плотины оголились берега. И тут мы слышим только лозунги «Сатис, надо спасать». Как и от чего его надо спасать? Что или кто ему угрожает? Как часто нужно очищать городской пруд и что в это включается? Ну, факторов загрязнения в городской среде, в общем-то, ну, скажем так, два. Первый – это естественные причины, о которых я сказал, это мутность воды. А вторая – это деятельность человека. То есть, если мы говорим о том, что это городской пруд, все-таки, так или иначе, территория вокруг пруда и, возможно, сам пруд будут засоряться, помимо естественных объектов, еще и искусственными, при помощи местных жителей, людей. И здесь, конечно, приходится говорить о том, каким образом вообще эксплуатировать этот объект. То есть, нельзя рассуждать об очистке пруда только лишь с точки зрения формирования его русла за какой-то там период. Нужно говорить о комплексном подходе, то есть, это и очистка прибрежной зоны. Два раза в год, весной и осенью, должны быть какие-то люди, которые будут удалять, грубо говоря, мусор обычный. Это первая причина. И то, что нужно проводить, что нужно делать. Вторая – это очистка от наносов. Раз в 10 лет, может быть, раз в 15 лет, будет хорошо все-таки профилактическую очистку пруда выполнять. При помощи гидромеханизации. Самые большие претензии горожан в последние годы вызывают постоянное понижение уровня воды в нашем городском пруду. Как вы уже поняли, это не река, а целый каскад гидросооружений. Есть три основные причины для спуска водохранилища. Первая – это чрезвычайные ситуации. Чаще всего это поиск пропавших без вести. Вторая – реализация городских проектов, не улучшающих состояние реки, но затрагивающих ее. Например, строительство мостов. И третья – забота о реке. Например, ремонт полотина, очистка берегов и укрепление их габионами. Как постоянное понижение и повышение уровня воды влияют на наше водохранилище? В общем-то, все водохранилища подвержены регулированию. То есть гидрологи местные, которые занимаются эксплуатацией гидроузла, службы эксплуатации, они обязаны наблюдать и прогнозировать уровни воды как в реке Верховье до водохранилища, так и на самом водохранилище. По классической схеме обычно мы наполняем водохранилище весной, после зимней межни, когда у нас много воды. Наполняем его до высокого уровня, и в течение лета за счет испарения и санитарных попусков через плотину у нас водохранилище может опорожняться. Опорожняется оно до осени, до начала дождей. И вот здесь в период дождей задачей службы эксплуатации оценивать, какова будет интенсивность, какой будет приток дождевой воды в реку и в водохранилище, и таким образом осуществлять регуляцию, чтобы обеспечить надежные эксплуатационные характеристики водного объекта. На памяти горожан сильнее всего уровень воды понижали при поисках Лизы Тишкиной. При строительстве нового моста спускали на долгий период и почти на 2 метра. Похожий уровень мы видели в ноябре 2018 года. Необходимость была связана с ремонтом створа на полотене с его заменой. Старый затвор отслужил свой срок, и чтобы предотвратить, например, полный спуск воды из-за аварийной ситуации, было принято решение о замене створа. Незначительное по цифрам около полуметра, но заметное жителям снижение уровня воды, связано с укреплением берегов габионами в районе Новой застройки. Рассуждать об ущербе природы в условиях искусственного водоема не приходится. Ущерб природе может быть нанесен, когда мы вторгаемся в естественную среду. То есть где-то на территории было у нас какое-то болото, и мы его, например, пытаемся каким-то образом организовать, то есть осушить, например. Вот здесь можно говорить о том, что мы вторгаемся в естественную природную среду. Этот объект, он уже изначально рукотворен. Здесь говорить о том, что мы наносим ущерб реке, просто не приходится, это бессмысленно. Что касается изменения уровней воды в течение года водохранилища, то в пределах проектных уровней это не наносит никакого абсолютно вреда прибрежной территории и самому искусственному водоему. Да, эстетика, конечно, здесь страдает, особенно при спуске уровня воды, когда мы обнажаем берега, и вся подводная растительность у нас оказывается, можно сказать так, перед глазами. Начинает увядать, может быть, даже появляется запах, какие-то мухи. Но здесь, опять же, надо говорить о эксплуатации все-таки этого объекта. То есть, если мы приняли на себя обязанность, создали такой объект, то его нужно правильным образом эксплуатировать. То есть, мы должны прибрежную зону расчищать, чтобы не допускать этих неприятных эффектов, вот этой вот увядающей травы. То есть, у нас должны быть зоны, пляжи, зоны прибрежные очищены. С этим горожанам, конечно, будет трудно согласиться. Обывательский взгляд очень часто отличается от взгляда профессионала. Когда горожане забили тревогу? Когда началось строительство нового моста, и уровень воды был низким целое лето? Берега обнажились, и обнаружилась неприглядная картина. Неубранный мусор, заиливание русла. И сразу начались крики, о которых мы уже говорили. Надо спасать Сатис. А его не спасать надо, а нормально за ним ухаживать. Воспользовавшись спуском реки, почистить русло и оболгородить берега. Зачем берега укреплять габионами? Габион относится к классической схеме по работам на берегу крепления. То есть, это берегу крепительное сооружение. Габион – это такая золотая середина. Потому что мы здесь используем природный камень. Камень подбираем. Как вы видите, у нас имеется достаточно красивый песчаник. Сами габионы и конструкции из них экологически чистые. Потому что материал вот этот сетки, проволоки, который мы используем – это стальная проволока с антикоррозионным покрытием. И в данном случае еще с ПВХ-покрытием. Очень значительный, продолжительный срок эксплуатации у таких конструкций. Вот в данном случае при применении такой вот сетки и такой проволоки с таким вот значительным антикоррозионным покрытием, срок эксплуатации этого объекта, этой береговой линии, достигает 75 лет. Поэтому это решение, оно и красивое с точки зрения эстетики, и долговечное, и надежное. На самом деле задача береговы крепительных сооружений – сформировать и зафиксировать береговую линию. Затем, чтобы мы имели четкую конфигурацию водного объекта. И могли зонировать территорию. И использовать как раз вот эти разные зоны в наших стесненных условиях с разными целями. Ну, в целях рекреации. То есть мы должны отделить четко берег от водной части, то есть от пруда. И организовать с береговой стороны газоны, дорожки для прогуливания людей, для прогулок, для отдыха, для спорта. А со стороны водоема нам нужна водная поверхность, достаточные глубины, чтобы у нас не было цветения в летний период воды. Чтобы у нас могли люди на лодочках кататься. Вот за этим нам и нужно берегу крепления, чтобы разделить эти две зоны. Иначе с течением времени, через год, два, три, береговая линия будет менять свою конфигурацию за счет, опять же, изменения уровня воды в водохранилище. И мы каждый год будем получать новую конфигурацию и новые образования растительности, изменения конфигурации пляжей, изменения конфигурации зеленой зоны. Что будет оказывать негативный эффект как раз на рекреационный потенциал этой территории? Ну, берега были спрямлены, опять же, по рекомендациям специалистов по гидрологии. Это, значит, устраняет всякие завихрения при весеннем половоде. То есть течение увеличивается. Спрямление этих берегов привело к увеличению поверхности воды, зеркала воды, что тоже неплохо при половоде. То есть как бы увеличивается объем воды, который может вместить водохранилище. И добавилось порядка 30 тысяч квадратных метров дополнительно поверхности воды свободной. Если не укрепить берега, то водные стихии попросту уничтожат благоустройство. Неприятные прогулки по берегу реки станут невозможны. Возьмите для примера Санкт-Петербург. Там все реки и протоки закованы в границ. И никто не бегает по городу с криками, что надо спасать Неву. Укрепление берегов габионами – это как раз тот вариант, который и экологичен, и красив. Уровень габионов выбран не случайно. Значит, максимальный уровень воды, который наблюдали здесь при прорыве двух плотин, соответствовался отметке 125. Текущий уровень верха габионов – 128, это на 30 сантиметров выше. Были выполнены определенные работы по промерам, замерам. Дальше произведены необходимые расчеты для вычисления этих максимальных уровней. Подтверждение нашим расчетам было выполнено специалистами одного уважаемого строительного университета Это математическая модель, которая подтвердила правильность наших расчетов. И сейчас уровень застройки домов выше этой отметки, больше, чем на метр. То, каким был Сатис в советские времена, для многих уже стало мифом. Горожане помнят фляж и лодочную станцию, но забыли, какими они были на самом деле. И сегодня нас интересует более высокий уровень комфорта благоустройства зон отдыха. Набережных, современный формат лодочных станций и вейк-парков. Так дождемся ли мы всего этого? Смогут ли горожане снова купаться в Сатисе? Горожане когда-нибудь, конечно же, смогут купаться в Сатисе, если выполнить целый ряд мероприятий по организации этого водоема. Сейчас мы видим, что, в общем-то, достаточно большая работа уже проделана. Организована береговая линия. Необходимо сделать городской пляж, организовать территорию. Работы по этому ведутся здесь, как мы видим. Здесь организуются и дорожки, и зеленая территория. Необходимо будет выполнить расчистку водного объекта. И тогда мы получим полноценный водный объект, которым можно будет пользоваться. И это не будет наносить никакого ущерба здоровью ни горожанам, ни экосистеме, которая здесь будет жить, ни животным. И все будет тогда правильно. То есть задача – это грамотная эксплуатация. Давайте подводить итоги. Мы поняли, что на самом деле система реакцирова – это искусственные гидросооружения. Они необходимы для современного города. Они требуют внимания и заботы. Их нужно обслуживать и развивать для удовлетворения современных потребностей горожан. Все это достижимо. Но необходимо немало усилий. И нужно запастись терпением. Я Раман Олейник. Эта программа на самом деле. Счастливо. Эта программа на самом деле.